Правительство Японии выступает против плана России по созданию зоны беспошлиной торговли на Курильских островах. В начале сентября Россия заявила о намерениях создания зоны беспошлиной торговли на Курильских островах и освобождения инвестиций иностранных компаний от налогов сроком на 10 лет. Однако Япония выступает против такого российского экономического плана по Курилам. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацу-Нобу-Ката. Это несовместимо с позицией Японии по четырем северным островам и целью совместной экономической деятельности на островах, которую Япония и Россия обсудили на основе соглашения между странами. Это позиция правительства, отметил Ката. План создания зоны беспошлиной торговли на Курильских островах противоречит предыдущим соглашениям между Японией и Россией, которые касаются экономической деятельности на островах, отметил он. По словам Ката, план также идет вразрез с позицией Токио по островам и продолжающимися в настоящее время переговорами между двумя странами по экономической деятельности. Японская сторона передала Москве законопроект, регулирующий ведение экономической деятельности на Курильских островах без ущерба правовому положению Японии. Напомним, в 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы сейчас необитаемых островов, которую в Японии называют Хабамай. В начале года заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что из-за условий Японии по Курилам, достичь соглашения невозможно. Дмитрий Медведев считает, что японские власти осознают невозможность заключения мирного договора с Россией на нынешних условиях Токио в части Курильских островов, однако пока от них не отступают. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. НИТРФ неоднократно заявляла, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. Однако в Японии считают иначе. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.